Доброе утро, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала «Союз» вы смотрите утреннюю программу «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Сегодня вторник, 27 марта. Новый день я предлагаю начать вместе, тем более, что сегодня нас ждет много полезного и интересного. В эти 15 минут мы будем учиться делать лампадку в домашних условиях, а также познакомимся с одной из притч преподобного Паисия Святогорца. Начнем с лампадки. Впереди рубрика «Сказано-сделано». Что такое лампада, я думаю, никому объяснять не нужно. Люди, приходящие в храм, не раз видели эти небольшие зажженные светильники, горящими у икон, в подсвечниках или даже паникодилах. Небольшая лампадка есть у многих и дома. Приобрести ее можно в церковной лавке, там же продается специальное масло и фитили. А можно сделать лампадку своими руками. Как, расскажет видеоинструкция, подготовленная прихожанами храма Святого Иоанна Кронштадтского в Колтушах. Дорогие братья и сестры, сегодня я вам расскажу, как очень просто дома обустроить домашнюю лампадку. Дело в том, что чаще всего в храме мы покупаем с вами вот такой стаканчик, покупаем вазелиновое масло, имеется такой поплывочек, мы продеваем, наливается масло, пропитывается и зажигается. И вот так вот аккуратненько у вас должен гореть, гореть лампадочка такая должна перед иконами в вашем доме. Но есть небольшая сложность. Первое. Очень часто фитилек надо поправлять. Из-за этого поправление чаще всего пачкаешься. Ну, конечно, можно вытереться. Это несложно, это понятно. Но все равно и есть переживания по поводу огня. Понятно, что весь этот огонь, который вы зажигаете, вы должны за ним следить. Но по уходу очень проблематично с такой лампадкой. Во-первых, это масло вазелиновое. Во-вторых, это поплавок и фитилек. И зачастую, как показала практика, с фитильками всегда проблема. Многие делают его из ватки, многие делают его из медицинского бинта. Но я сегодня хотел бы вам рассказать, как сделать лампадочку, домашнюю лампадочку. Очень просто, практично. А самое главное, будет все чисто и аккуратно. Я хочу сразу сказать, что эту идею лампадки я увидел в храме стага Георгия Победоносца в городе Кишиневе. И когда я с батюшкой поговорил, он мне сказал, что он был в православном храме, если не ошибаюсь, в Лондоне. И увидел эту систему. И многие так поступают. В чем заключается такая лампадка нового типа, можно сказать? Хотя я хочу сразу сказать, что все ингредиенты мы сохраним, как и в нашей лампадке. Ну вот, у нас мы можем в храме или в лавке церковной купить простую лампадочку. Ну вот, она бывает разных вариантов. В данном случае с таким подстаканником. Нам понадобится с вами простая соль. И нам понадобятся вот такие вот свечки, которые можно купить в любом магазине. И сразу хочу сказать, что здесь, по сути, тот же парафин, который бывает в свечах. То есть ничего страшного здесь нет. Что нам дальше делать? Мы берем простую пустую лампадочку. Видите, она чистенькая. В нее мы с вами засыпаем соль. Приблизительно, чтобы была половинка... Вот смотрите, половинка лампадочки. Ну, меньше половины. Да, вот мы нижнюю часть заполняем с вами. Вот, можно ее утрамбовать аккуратненько. И сверху в эту соль мы аккуратненько полагаем нашу с вами такую вот таблетку-свечку. Да? Вот. И зажигаем. И все. Вот давайте мы со стороны с вами сравним. Две лампадочки. Вот. Сейчас она разгорится у нас. Вот две лампадочки. Одна лампадочка сделанная, так сказать, очень простым, быстрым способом. И самое главное, по содержанию этой лопатки, по содержанию, все намного проще, нежели с такой лопаткой, которая сделана вместе с вазелиновым маслом. Вот смотрите, она сейчас разгорается. Почему мы насыпали соль? Для того, чтобы чуть-чуть, во-первых, приподнять таблеточку, чтобы сбоку виден был огонечек, и лампадочка она раскроется цветами, в данном случае нашим красным стеклом. И чтобы огонь, может быть, так сильно не соприкасался, хотя здесь еще раз есть, в таблетке есть и металлический кантик, ну и огонь, конечно, не выходит за рамки, поэтому безопасность полная. И очень удобно. Лампадочка так погорела, таблеточка закончилась, вы ее спокойно можете выбросить, поставить новую таблетку. Как показывает практика, такие таблетки, они рассчитаны на 2 часа, на 6 часов, на 10 часов, выбирайте сами, какую хотите. Но самое главное, что это безопасно и намного проще по уходу. Я вам предоставлю еще возможность это все оценить. Ну и, кстати, да, желательно, конечно, менять почаще. Почему? Потому что когда, вот смотрите, я сейчас вам покажу, вот еще одна, когда парафиновая свечка заканчивается, огонечек уходит вглубь. И уже не так его видно. Поэтому, конечно же, все-таки использовать надо до половины. Ну, хотите сэкономить, конечно, можете до конца. Вот видите, она такая толстенькая, она рассчитана у нас на 6 часов. Ради интереса мы в храме, в котором сейчас с вами находимся, мы сделали так семисвечник. Сейчас я вам это продемонстрирую, как он горит на службе. Вот наглядный пример использования этой системы в семисвечнике. Еще раз хочу сказать, что эта система очень проста и надежна. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Очень надеюсь, дорогие друзья, что эти советы были для вас полезными. Кстати, хочу заметить, что лампады использовали еще первые христиане для освещения темных пещер, в которых они, опасаясь преследований, совершали богослужения. А прообразом христианской лампады послужила распространенная в античном мире масляная лампада. Есть и специальная молитва при возжжении лампады. Она довольно короткая и звучит так. «Возжиги, Господи, угашь и светильник души моей, светом добродетели и просвети мя Твое создание, творче благодетелю. Ты, боясь и невещественный свет мира, прийми сие вещественное приношение, свет и огонь, и воздашь тьми внутренний свет уму и огонь сердцу». Знакомы ли вы с таким термином, как «номофобия»? Это страх остаться без мобильного телефона, а точнее зависимость от него. Ведь сейчас, помимо основных функций, телефон может заменить фотоаппарат, видеокамеру, игровую приставку, книгу, а иногда даже и окружающих людей. Поговорим об этом в следующей рубрике «Неформат». Наверняка вы замечали, как иногда, вместо того, чтобы внимательно слушать вас, собеседник беспрестанно утыкается в телефон, теряя нить разговора. А может быть, лично вас охватывает паника при мысле о том, что мобильный мог остаться дома, и невзирая ни на что, вы готовы вернуться за ним. Перенося большую часть своей активности и внимания в этот маленький атрибут жизни современного человека, мы рискуем потерять связь с миром. Об этом, но не только, фильм, созданный на основе притчи старца, поэтия-святогорца «Хочу быть буйволом». Его авторы – творческая группа детей и взрослых из Малоярославца, Новой Москвы и Беларуси. В рамках фестиваля духовного кинотворчества детей и юношества «София» они буквально за сутки сняли этот небольшой фильм. Давайте его посмотрим. Всем привет! Меня зовут Анюта, и я приветствую вас в своем блоге! Привет! Ты видел твое новое видео? Ты очень клево снимаешь. Давай пойдем вместе в школу? С тобой? Никогда. Вообще, эти поклонники так надоели. Посмотрите, какая у нас мерзкая погода. Снег, слякоть, холодно. Мои волосы, они не могут спокойно держаться. Завтра просто утром 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 утром. Они вообще в Париж летят. В Париж! А мы здесь мерзнем. Ах, как это все весело! Просто поездки, перебиваешься! Ужасно! Вы посмотрите на мои волосы! Они только что были кудрявые! Из-за этой мокрой погоды они все испортились! Это так ужасно! Смотрите, а это Алёна! Все считают, что такое красивое! Вот скажите мне, что вот этот вот нашел в ней? Почему я такая красивая? У меня никого нет! А вот у нее все! Ну все, я уже подхожу к школе. Наверное, нужно заканчивать. О, вот моя школа, посмотрите! Смотрите, сразу всем забыла! Вот вы посмотрите! Вот это вот семья! Смотрите, какой большой мальчик! А его уже маму в школу провожают! Вот мои родители вообще не знают, где я хожу! Я могу гулять, да скольки хочу! И мне это больше всего нравится! Я уже захожу в школу, я дошла! Подождите, забыла вам рассказать о нашей Юлечке! Смотрите, это Юля, душа компании! Но это ей просто так кажется! На самом деле, друзья у меня! Только вы! А это, это просто подобие! Поэтому я вас всех люблю! Всем пока! Что-нибудь там тоже привезти! Все оттуда, а то не все с туда поедут! Ну не точно! Ну не точно! Можем, пойдем здесь! Я хочу попаздывать в свой последний период! Да-да-да! Поготовитесь к тесту по истории? Нет, я не готов! Нет! Что-нибудь чуть сильнее! Какие-то слушаются, ничего не надо! Какая-то, спасибо! Сейчас, кто готовится! Да, вообще! Что-то надо, кто-то лучше! А то я вообще в чек! И что после пикатроликах устал? Мне лучше я не даю, вообще! Да, хронологию открывает работа! Какая-то устремница! А вы помните, какое кто надулся? Как лягушка! Ладно, давайте учить, а то сейчас историчка нас тут заживо всем закопает! Да, хронология! Вы можете помолчать! Сейчас очень важная контрольная! Нам надо готовиться! Ще, ты мне надоела! Вали отсюда! А что ты на нее орешь? Кто ты такая? Ты завистливая, бездушная! Вот поэтому с тобой никто не общается! Зато у меня есть поклонники! Ты забыла! Да, все, что они сказали, это неправда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доспокойся, ты! Смотрите, совсем уже чёркнулась! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что тебя беспокоит! Пошли, я тебе одно место покажу! Там поговорим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сюда прихожу, когда мне бывает грустно. Много друзей, но это не значит, что нет проблем. У меня маму положили в больницу, и не факт, что я ее оттуда вытащу. И когда я сижу с младшим братом, а он засыпает, мне становится одинок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня тоже есть большая проблема. Одиночество. Мои родители совершенно меня не замечают. У меня нет друзей. И этот блог, который я веду, помогает мне. Я нахожу какое-то внимание. А ты уверена, что у тебя нет друзей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился фильм. Сегодня нас ждет еще очень много интересного. Увидимся в начале следующего часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok